Российские высокотехнологичные препараты пойдут на экспорт Деловой климат-экономика 17.58, 13 ноября 2019 года Российские высокотехнологичные препараты пойдут на экспорт Архивное фото Фото European Pharmaceutical Review Во Франкфурте на Майне, Германия С 5 по 7 ноября прошла крупнейшая международная фармацевтическая выставка Кфи Worldwide 2019, на которой свою продукцию представили ведущие мировые фармацевтические компании Кфи Worldwide Признанная во всем мире выставка, которая объединяет под одной крышей более 100 тысяч фармацевтических специалистов и дает возможность для поиска новых решений в бизнесе и расширения глобального рынка Это единственная платформа, формирующая мировую фармацевтическую повестку на протяжении 30 лет Первые российские компании не так давно стали представлять свои высокотехнологичные продукты на этом мероприятии А сегодня уже приковывают внимание специалистов со всего мира Особенно это заметно в биотехнологической сфере, где Россия накапливает свои компетенции экспоненциально В этом году Россию представляли около 10 компаний-производителей Особое внимание было приковано к создателям первого биосимиляра самого дорогого препарата в мире MNN, Eculizumab, компании Generium В портфеле компании сосредоточены уникальные и крайне сложные в разработке и производстве препараты Для лечения широкого спектра редких заболеваний, заболеваний сердечно-сосудистой системы и диагностики туберкулеза На подобных мировых конгрессах нам удается провести массу встреч с нашими текущими партнерами И познакомиться ближе с потенциальными Насыщенная деловая программа и колоссальный интерес со стороны мирового фармацевтического сообщества К нашим продуктам свидетельствуют, в первую очередь, о высоких темпах развития биотехнологий Которые в последнее время являются трендом в отечественной фарме индустрии На наш взгляд, успех последних лет обусловлен высоким профессиональным уровнем российских ученых-биотехнологов И взрывным ростом экономических показателей в этом сегменте Отметил генеральный директор компании Generium профессор Дмитрий Кудлай Отечественный производитель провел десятки встреч с зарубежными партнерами, которые заинтересованы в приобретении российских лекарств Экспортная стратегия нашей компании подразумевает постепенный переход от развивающихся рынков к странам с высокими регуляторными требованиями На сегодняшний день Generium готов к поставкам в страны Латинской Америки и Ближнего Востока Где наши препараты находятся на завершающих этапах регистрации, рассказал глава международного направления компании Дмитрий Мамыкен Наиболее востребованными у зарубежного фармсообщества оказались новые бионалоговые препараты компании, которые были зарегистрированы совсем недавно и успели стать настоящими блокбастерами Среди них препараты для лечения пароксизмальной ночной гемоглобинурии и агус, болезни Гоши и кистозного фиброза С выходом данных лекарств на рынок Россия укрепила свои позиции в мировом рейтинге производителей препаратов для лечения орфанных патологий